Тайные бункеры, защищенные от прослушивания. Европейцы хотят построить такой объект в Брюсселе для важнейших совещаний между лидерами стран ЕС. Бункер будет рассчитан приблизительно на 100 человек. Он будет блокировать электромагнитные и радиоволны, которые можно перехватить дистанционно шпионами. В первую очередь российскими, которые в последнее время значительно активизировались в Европе. Издание Bild предполагает, что только в Германии может действовать несколько тысяч российских агентов, задачи которых – от кражи секретов до устраивания скандалов. Недавно в один такой попала правящая партия действующего канцлера Олафа Шольца. На закрытой партийной вечеринке социал-демократов кто-то подмешивал женщинам в напитки наркотики. Почему некоторые эксперты увидели в этом почерк Кремля, выяснил наш коллега из «Фактов тыжня» Александр Мельников. Вечеринки, скандалы и две отставки. Как закрытые вип-гуляния стоили должности премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и чуть не пустили на ветер карьеру канцлера Германии Олафа Шольца. С тем, чтобы расстолоть Европу или создать в ней турбулентность определенную политическую. Кто устроил окоту на компроматы лидеров двух крупнейших экономик Европы? Была запущена черная кампания, за которую платили российские олигархи. И не тянется ли к этим скандалам рука Кремля? Мы обнаружили подозрительное совпадение в этом политическом детективе. Хорошая вечеринка никогда не испортит праздник. Но похоже, это не про европейскую большую политику. Там как раз все наоборот. Сразу два лидера мощных европейских государств влипли, как мухи в мед. Первому о грехах припомнили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Два года назад, прямо в разгар локдауна, он устроил вечеринку в собственной резиденции на Даунинс 3-10. И это в то время, когда всем британцам подобное было запрещено из-за пандемии коронавируса. Но есть в этой истории еще одна малозаметная, но подозрительная деталь. Вечеринки вот эти антиковидные, в которых принимал участие как лидер консерваторов Борис Джонсон, они проходили как раз у вице-президента ЮКОСа, тоже сотрудник ФСБ в Лондоне, с которым он поддерживал отношения. Такую выходку оппоненты ему не простили, требуя отставки. И он уходит. Я скоро покинул свой пост, но с высоко поднятой головой. Но не успевает Европа посмаковать подробностями отставки Джонсона, как на политическом олимпе уже другой страны, Германии, разгорается не менее грандиозный скандал. И он тоже связан с вечеринкой. Секс, наркотики и девушки. Эта гремучая комбинация едва не похоронила карьеру канцлера Олафа Шольца. Он побывал на вечеринке, организованной социал-демократической партией. Там, по информации западных СМИ, девушкам могли подмешивать в напитки так называемый наркотик для изнасилования, снотворное флуни-тразепам. Фрау обратились после этого в полицию. Из-за этой скандальной истории заговорили про отставку канцлера, но его репутацию удалось отстоять. Олаф Шольц был гостем и не знал, что там происходит. Вот только не заметить синхронность двух событий сложно. В СМИ сразу заговорили о возможной связи этих вечеринок. И главное, кому выгодна громкая раскрутка таких политических залетов? И не всплывает ли случайно в этих историях кремлевский след? Мы во всем разобрались и сопоставили факты, но об этом чуть позже. Главный лоббист ужесточения санкций против России, человек, не колеблющийся в вопросах предоставления оружия Украине, и просто казак Джон Санюк. Как его в шутку прозвали у нас? Уходит. Конечно, в политических кругах заговорили, что отставка Джонсона чуть ли не подарок Кремлю. Бесспорно, это потеря, потому что Борис Джонсон харизматичная фигура, на которую обращали внимание все мировые медиа. И не факт, что его преемник или преемница будут пользоваться таким же вниманием. Все-таки Борис Джонсон был и эффектен, и эффективен. Но кто мог подложить свинью самому популярному политику Старого Света? Лондон. Сюда еще недавно рекой стекался российский капитал. Олигархи из Москвы скупали недвижимость. Футбольные клубы. Открывали счета и даже покупали СМИ. И это оставляло свой след на политическом Олимпе Британии. Не секрет, что там, где ходят большие российские деньги, там есть и лоббирование интересов Кремля. Там у Путина всегда были огромное количество кошельков, как среди олигархов, так и тайных олигархов. Нужно было с этих западных счетов, с этих западных фондов, с украденных денег, с экспорта, с украденных денег, с импорта, с бюджетных украденных денег. Нужно было финансировать какие-то понты за рубежом. Нужно было платить людям, чтобы там поддерживали Путина, Россию, какие-то там шли программы, передачи, поддерживался имидж. Огромные деньги на этот профиль. Даже Бориса Джонсона не обошли связи с российскими богачами. Среди его близких приятелей сын бывшего майора первого управления КГБ, миллиардера Лебедева, объясняет известный российский политик и адвокат Марк Фейгин. Например, сын Лебедева стал упером, то есть он в палате лордов. Это, по-моему, совершенно вопиющая вещь, потому что он не родился в Великобритании, он учился в Великобритании, он пустил гражданство в Великобритании. Он, возможно, имел заслуги перед консервативной партией через своего отца. Конечно, они имеют свое влияние финансовое, они жертвовали на консервативную партию, на компании того же Бориса Джонсона, когда он еще был мэром Лондона. А сам экс-майор советской спецслужбы владеет влиятельным британским изданием. Лебедевы, они владеют где газеты в Лондоне, в Independent и Evening Standard, что сам себе сомнительно, что это разрешается. Independent все время было достаточно пророссийской, по крайней мере, самая пророссийская газета в Англии. Но это только верхушка айсберга. Россия слишком долго вливала ресурсы для лоббирования своих интересов среди британского эстеблишмента. Поэтому дергать за политические ниточки у Кремля и сейчас неплохо получается. Если не прямо, то с помощью вбросов в средства массовой информации. Политическое лоббирование. Политическое лоббирование многие годы, я бы сказал, даже полтора десятилетия, не меньше, опирается на политическую коррупцию. И к этой политической коррупции привлекается почти, ну очень, так сказать, совершенно, так сказать, почти открыто, достаточно высокопоставленные деятели Запада. Но даже эта грязная лоббистская машина дала сбой. После начала войны в Украине британские политики начали быстро отмываться от российского шлейфа. Москва становится токсичной, а на российских олигархов устроили настоящую охоту. Их давят, и посмотрите, самые видные олигархи, Авен, Герман Хан, Фридман, Абрамович, Усманов, те, которые имели базу в Великобритании, ну, конечно, их влияние сильно подорвано. И в первых рядах этого процесса сам Борис Джонсон. Не стало ли расшатывание премьерского кресла местью за его откровенный антироссийский курс? Об этом расскажем дальше. А теперь вернемся к скандалу с канцлером Олафом Шольцем. Не торчат ли случайно и здесь уши Кремля? В Германии история с лоббированием интересов Москвы носит несколько иной характер, чем в Великобритании. Яд кремлевского влияния на Берлин впрыскивался через энергетическую иглу, на которую местная экономика подсела всерьез и надолго. Российская нефть и газ громко шептали нужные вещи в уши немецких политиков. Они как дубинка размахиваются нефтяными поставками газовыми трубами и так далее. Они совершенно сумасшедшие. Теперь и Германия пытается избавиться от порочной зависимости в виде кремлевских энергоносителей. Но то, что строили десятилетиями, отрезать во мгновение ока невозможно. Правда, первый шаг уже сделан. То же самое касается и российских агентов влияния в Германии. Речь идет о разветвленной агентуре спецслужб подчиненных Москве. Не в последнюю очередь через дипломатический корпус. Нет никаких коронных дипломатов. Там все с Лубянки. Ну, то есть это одно и то же в данном случае. Там все, все в том или ином виде связаны со спецслужбами. Кто с СВР, кто с ФСБ, кто там с ГРУ. Именно поэтому, когда достается грязное белье очередного местного чиновника, вспоминают про кремлевский след. Еще больше настораживает время, в которое решили пощекотать нервы канцлеру Олафу Шольцу из-за вечеринки. Энергетический кризис, накрывающий Европу, падение экономики и война в Украине. Кажется, худшего времени для политика трудно придумать. Вот для его предупреждения время как раз более чем удачное. Но если Олаф Шольц далеко не первый в списке неугодных для Москвы, то Борис Джонсон вполне мог туда попасть. Марк Фейгин не исключает того, что именно Кремль мог приложиться к отставке британского премьера. Кремль вообще всегда работал на раскол Европы, на создание кризисов в национальных политических системах, появление некоторых партий полностью им поддерживания. Германия – это альтернатива для Германии. И уж точно не последнюю роль в этой истории сыграла война, которую Борис Джонсон объявил одиозным российским олигархам в Британии. А российские богачи, как известно, такого не прощают. Борис Джонсон как раз сделал очень многое, чтобы лишить влияния российских олигархов. Он выгнал, по сути, Абрамовича. Это то, на что не решался ни один британский премьер до него. И это сложный шаг, ведь Абрамович вбрасывал в британскую экономику миллиарды фунтов. Джонсон это сделал, переступил, его убрали. Ему там в стиле миллиардеры, естественно, вкладывались в компанию по его дискредитации. Была профинансирована черная кампания, надо признать, за которую платили российские олигархи, и им было выгодно его убрать. Нельзя на 100% утверждать, что именно Кремль слил Джонсона и чуть не отправил с поста канцлера Германии. Однако в этих историях есть много совпадений, указывающих на то, что это могло бы быть выгодно Москве. Влияние России на политику европейских стран все еще велико, особенно тех, где голос Кремля звучит громче всего. Путин коррумпировал всю европейскую элиту. Агенты, попросту говоря, на всех ступенях власти. Это касается таких стран, как Венгрия, Чехия, Германия, Франция, Италия, Австрия. И не забудьте о Швейцарии, сколько там русской агентуры. Ужас. И западные журналисты постоянно их ловят, после чего они уходят в отставку. В европейской политике Москва все еще имеет свои ниточки, за которые ловко дергает. И этот порочный круг нужно как можно быстрее разорвать. Успешный пример уже есть. Это страны Балтии и Польша. Александр Мельников. Специально для Марафона Freedom. На канале Юэй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова